Кейл 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 И тогда проблем не возникнет. При правильном использовании своих умений вы можете довольно долго удерживать ее в контроле. Давайте перейдем к билду. Руны вы видите на экране. Можете прожать позу, ну или просто запомнить. Эти руны дают нам больше живучести и при этом не уступают по урону. Сборка начинается с клинка Дорана, а дальше по очередности, как указано на экране. Единственное, перед тем, как полностью собрать сокрушитель богов, перед этим лучше купить терновый жилет. И затем уже можно закончить сборку сокрушителем. Ну что же, стопа мы закончили, и теперь давайте перенесемся в лес. И первый контрпик у нас это Трандл против сильного Ксинжао. Сила Ксина заключается в отличном дуэльном потенциале. Он с легкостью может переиграть один на один практически любого чемпиона в игре. А бафы, которые ему подарили в этом сезоне, идут ему только на пользу. Так что, если вы столкнетесь с ним в лесу один на один, то вряд ли уйдете живым. Но есть чемпион, который может с ним поспорить. И это Трандл. Тролль довольно простой чемпион, но чрезвычайно эффективный. Его кушка позволяет воровать у противника ближнего боя 80 ады. Не нужно быть гением, чтобы не понять, что это позволит переиграть всех ады милишников в файте один на один. А когда он получает свой шестой уровень, то сводит все шансы противника победить в трейде к нулю. Ну а что в тимфайтах? Да вы все так же очень сильны. Просто ослабляйте противника с физическим уроном. И вашей команде будет гораздо проще выиграть файт. Ну а теперь давайте посмотрим на его билд. Итак, страницу рун вы можете увидеть на экране. Что касается закупа, начинаем с огненного ножа, затем покупаем тиамат, далее сокрушитель богов, ботинки на ады резист, улучшаем тиамат в титаническую гидру и дальнейшую сборку вы можете увидеть на экране. В качестве последнего предмета можете выбрать рендуин в зависимости от ситуации. Далее у нас Фиддл против Каина. Каин очень быстро очистит лес, однако его ганги не так сильны из-за отсутствия контроля. Чтобы его переиграть, нужно было просто унижать его в начале игры. И это делали лесники, у которых более сильная ранняя игра. Но после того, как их понерфили, Каин поднялся в оппетир. Поэтому, чтобы переиграть Каина, сейчас нужно брать кого-то, кто скилится лучше него. И в этом вам поможет Фиддл. Вы чистите лес еще быстрее, чем он. После взятия шестого, ваши ганги намного сильнее, чем у него, и у вас есть контроль. В самом начале игры вы легко сможете переиграть его один на один. Так как у него в начале игры нет бурст урона или контроля. А у вас он... Есть! В командных боях вы также намного полезнее и сильнее. Так что просто давайте перейдем к билду. Рона вы можете видеть на экране. Здесь ничего особенного. Можно, конечно, взять вторую ветку вдохновения. Но вам нужно больше урона. Поэтому для сноубола лучше взять наш вариант. Закуп начинаем с ледяного клинка. Дальше старайтесь как можно раньше взять темную печать. А дальше все вы видите на экране. Единственное, лично я покупаю сапоги Чародея раньше, чем завершаю свой мифель. Итак, давайте перейдем к средней линии. И первый контрпик у нас это Рамбл против Ясо. Что Ясо делает таким сильным? Этот чемпион может скользить по волнам крипов, как заправский серфер по волнам. Зафокусить его та еще задачка. Таким образом, он быстро сокращает расстояние до противника. Урона в начале игры у него не так много. Но маневренность у него... Будь здоров! И тут на помощь к нам приходит Рамбл. О, этот чувак имеет огромный урон с его к ушки. Рамбл тот чемпион, который способен втоптать Ясо в грязь. Как бы он ни крутился, он все равно вряд ли сможет подойти к вам, не получив по щам. Поэтому Ясо лишь остается прижаться к своей башне, позволяя ее запушивать. Ну а вы в этот момент можете отправиться на Ру. Окей, что по билду? Ну, руны вы можете увидеть на экране. Закуп стартуем с щитом Дорана, затем ночной жнец, а дальше все по классике. Следующий контрпик — это Велкоз против Талона. Начиная со второго уровня, Талон превращается в ночной кошмар. Этот чемпион чаще всего делает первую кровь. Он быстро запушивает и начинает носиться по карте, как у Горелый. И вот тут наступает звездный час Велкоза. Он дальнобойный маг и может спокойно наносить урон, не приближаясь к Талону. Если Талон захочет подойти к Велкозу, то Кушка просто не даст это сделать. Также Эвел может легко зачищать волны миньонов и при этом наказывает Талона. Обладая таким мощным инструментом запугивания, у вас есть больше возможности ромить, чем у вашего оппонента. Но здесь есть вероятность, что Талон последует за вами. Поэтому проще оставаться на линии и изводить Талона до нервного тика. А если он все-таки решит уйти, то попросту лишится Тавера. Главное, держите свою Ешку как защитный инструмент. В тимфайтах ему также будет трудно до вас достать, так как Велкоз обычно стоит в самом конце. Окей, давайте перейдем к билду. Страницу рун вы видите на экране. Здесь ничего нет сверхъестественного. Сборку начинайте с Кольца Дорона, а дальше, как указано на экране. И вот мы добрались до нижней линии, и первый контрпик — это Самира против Джина. Если посмотреть статистику Самиры, то мы можем увидеть удручающую ситуацию. Однако статистика испорчена игроками с низким скиллом. В руках опытного игрока этот чемпион просто практически в ваншоте Джина. Она спокойно блокирует четвертый выстрел Джина своей Вэшкой. Но стоит обращать внимание на саппортов. Если вы уверены в своем, то можете смело идти волл-ин против Джина, и вы способны легко выиграть в трейдах 2 на 2 на всех стадиях игры. После получения шестого уровня вы становитесь еще эффективней, и Джин не сможет противостоять вам, так как он не столь мобилен, и у него нет надежного контроля, чтобы сбить вашу ульту. В командных боях чуть посложнее, так как Джин всегда стоит позади своей команды, и если вы решите подойти к нему, то можете потерять лицо. Вместо этого просто сосредоточьтесь на своих комбо, чтобы позже ворваться с ультой и вынести всю вражескую команду. Билд. Руны вы можете видеть на экране. Тут также нет ничего особенного. Сборка. Начинаем сборку с Клинкодорона. Затем рашим Арбалет, а далее, как указано на экране. Следующий контрпик это Картос против Эш. Эш довольно сильный и агрессивный АДК благодаря скорости атаки, а также ее вышки. И вот тут на сцену выходит Картос. Этот парень имеет сильнейший трейд потенциал. Вы можете постоянно наносить урон, замедлять и зонить с помощью своих способностей. И даже если вас убили, то после смерти вы можете добить Эш. Также Картос с помощью своего ультимета может быть впереди по голде, что сделает ваши трейды еще сильнее. В командных боях Картос всегда полезнее, даже если он не нафижен. И в отличие от других АДК, вам не нужно заморачиваться на позиционировании. Вы просто входите в гущу, наносите как можно больше урона и после смерти кастуете ультимейт. Билд. Страницу урона вы, как всегда, можете увидеть на экране. Сборка. Начинаете сборку с Кольца Дорона. Затем возвращаетесь, как только можете купить потерянную главу. И после превратите ее в Леандри. Далее ботинки на пробивание и Жоньку. А дальше, как показано на экране. Итак, следующие у нас саппорты. Поехали. И первый контрпик у нас Блицкранк против Соны. Блицкранк всегда был хорошим выбором против Чародеев. А Сона так вообще лакомый кусочек для жестяного друга. У других Чародеев больше урона, защитных и усиливающих своих АДК-инструментов. Сона самая слабая из Чародеев, когда дело доходит до Улын. У нее нет большого дамага и нет контроля без ее ульты. Так что если Блицкранк попадает Хуком в Сону, то это практически 100% килл. Так как Сона в начале игры довольно слаба, то скорее всего вы запушите их линию, и у вас будет время для Роума. Но в боях 5 на 5 она становится гораздо сильнее и полезнее, благодаря своим аурам и контролю с ульты. Поэтому в командных боях ваша задача вытянуть одного из врага и превратить бой 5 против 4. Окей, давайте пробежимся по билду. Руны. Страницу Рун вы можете увидеть на экране. Закоп начинаете с наплечников, затем рашьте сапоги на скорость, ну а дальше, как указано на экране. Боже мой, сколько раз эта фраза уже прозвучала здесь. И последний контрпик на сегодня это Ари против Леоны. Да, есть и другие контрпики Леоны, типа как Барт, Зилен, Маргана и Жанна. Но мы уже говорили о них в наших других видео. Поэтому сегодня мы решили показать вам что-то более экстравагантное. Ари действительно сильный пик против Леоны. Она не дает ей подойти близко. А если она подошла, то зачарование может прервать рывок Леоны. Даже после шестого уровня Леона не сможет доставить вам проблем. Если по вашему АДК прошел контроль, то вы можете легко обезвредить вражеского стрелка. На линии просто сосредоточьтесь на том, чтобы испортить жизнь Леоне. Чуть позже вы, конечно, начнете проседать под амагу. Поэтому ее закуп будет нацелен на максимальную полезность. Кстати, о билде. Давайте перейдем к нему. Руны. Вы можете все увидеть на экране. Закуп. Стартуем с клинка похитителя магии. Далее ботинки на скорость умений. Вечный холод. Жоньку. И затем ускоритель. И завершаем сборку камнем. Итак, на этом сегодняшнее видео подходит к концу. Надеемся, оно поможет вам, чтобы подняться в рейтинге. Не забывайте подписываться, ставить лайк и нажимать на колокольчик. Ну а с вами была Ололос. Ссылку на мой Твич, а также на мой Ютуб канал вы также сможете увидеть в описании под этим видео. Ну что же, всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok